Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Рады приветствовать всех в первую неделю осени. В прошлый эфир мы общались с Сергеем Капуста. Жаль, что не попробовали мороженое, но уверена, что те, кто выиграли в конкурсе, сейчас его поедают и запасы аж до зимы. И в связи с тем, что мы продолжаем тенденцию знакомства с различными брендами наших жителей столицы, я пригласила сегодня в студию Анну Алзина, которая является представителем воды Aqua Angels в странах Балтии и Скандинавии. Сегодня мы поговорим про то, насколько, в принципе, важно пить качественную воду, чем она отличается от других, как это вообще все происходит, правда ли, что вот та самая талая вода, она везется прямо из Исландии, а не просто пишется это на бутылке. Поговорим также о том, насколько тренд на воду из фильтров в ресторанах поменял отношения потребителя и самих представителей воды. Ну и, конечно же, мы разыграем сегодня целый ящик воды Aqua Angels и сейчас, внимание, дорогие радиослушатели, условия конкурса. Вы можете сейчас загуглить, посмотреть, как выглядит нынешняя бутылка алюминиевая Aqua Angels, повторю, Aqua Angels. И ваша задача придумать какой-то интересный брендинг, какую-то идею для того, чтобы оформить эту бутылку к Рождеству. То есть это может быть какие-то, что-то нарисовано, что-то написано, возможно, игра с цветом. Присылайте нам свои варианты ответов на номер в WhatsApp 2306191 и, конечно же, также вы можете нам звонить по телефону 6721-2939, 6721-3939. Анна, добрый вечер. Такая длинная подводка. Добрый вечер, Валерия. Спасибо огромное, что вы пришли сегодня. Вода действительно это первый у нас за всю историю открытой кухни. Такой продукт, о котором мы говорим настолько вот открыто, как в открытой кухне, да? Поэтому сегодня я вас буду вот прям допытывать, насколько это можно, да, рассказать, что же это такое вода, казалось бы, просто, но столько много составляющих важных во всём этом. Расскажите, в принципе, про Aqua Angels, откуда идёт эта вода, история создания, почему такое название. Ну, в общем, вам слово. Хорошо, так. Я постараюсь рассказать о том, как появилась вода Aqua Angels, почему именно название Aqua Angels, почему производители решили заниматься именно этим проектом, ну и вообще все нюансы про того, как я двинулась в тему Aqua Angels и почему я стала представителем на Прибалтику этого бренда. Супер! Соответственно, бренд, к сожалению или к счастью, не создала я, потому что это очень большой труд, это достаточно долгий путь, и данному бренду на нынешний момент практически восемь лет. То есть мысль о проекте Aqua Angels появилась в 2010 году. О, десять лет уже. Уже практически десять лет. Ну, это вообще время, когда появилась такая мысль, что можно было бы создать такой бренд, и эта мысль появилась у Иваны Санкот, которая, в принципе, из Чехии, откуда и появилась мысль о Aqua Angels. Она в своё время путешествовала в Исландию и попробовала исландскую талую воду. Ей эта вода настолько сильно понравилась, что она начала задумываться о том, что это прекрасный бизнес, что она вообще в восторге от этой воды, и что она бы хотела людей познакомить именно с исландской талой водой. Так как, например, она из Чехословакии, и там есть очень много разных источников воды, есть разные бренды воды, но, по её мнению, ни одна вода не имела настолько вкусный вкус, на её мнение, как Aqua Angels и как исландская талая вода. Соответственно, в 2013 году они создали производство Aqua Angels. Почему это шло так долго? Потому что они очень тщательно продумывали все шаги, как начинать проект, чем именно этот бренд был бы особый и почему люди бы его покупали. И тут они придумали, что можно сделать упаковку 11,3 литра в стеклянную тару, в принципе, которой и дружной экологии, и на рынке аналогичного проекта нет. И она тогда уволилась своей данной работой, она работала очень удачным пиар-менеджером в сфере одежды и запустила бренд. Дальше. Почему Angel? Это тоже достаточно интересный нюанс, потому что Angel, он юнисекс. То есть это не мужчина, не женщина, не ребёнок. Это просто можно… Да, это оно. Соответственно, данный бренд создан и для младенцев, и для взрослых, и для женщин, и для мужчин. То есть это просто для всех. Ну вот, дальше про меня. Как я приступила? Сейчас я немножечко паузу, чтобы мы остановились на каких-то деталях. Талая вода. Как это выглядело? Вы сказали, да, что она поехала, сама попробовала. Как это было? Она руками попробовала? Нет, она поехала в экскурсию узнавать Исландию. И там её познакомили с местными родниками воды и дали попробовать настоящую исландскую талую воду. То есть там был источник. Как это было вот в таких деталях, я, конечно, человека не расспрашивала, но она просто попробовала именно этого региона в воду. Ей она очень понравилась, и она решила, что она хочет этим заниматься. И что это её. Хотя она, в принципе, не имела даже никакого образования в сфере продуктов, питания. Соответственно, вот она не только создала бренд, но она и сама вошла в продуктов, питания и всё это движение. Ну это должна быть какая-то мотивация, да, чтобы человек, вот просто съездив на экскурсию, сказал, я хочу этим заниматься. И причём Исландия не через дорогу, а это действительно длинный путь. И надо настроить это производство, транспортировку. Это же, наверное, долго всё происходило. У них ещё появилось, да, достаточно интересно то, что они воду эксплуатируют флекситанкером. А что это такое? Это такой большой надувной, такой воздушный, пластиковый, как будто большой мешок, который заполняется водой. Ага, ну то есть это как засасывает сюда вода. Да, засасывает. Всё, поняла. Это как будто уже секреты производства и как будто транспортировки. К этому уже, наверное, двинемся потом, как вода приплывает и как это происходит. Ну да, ну именно идея, почему она этим решила заниматься, появилась именно от Исландии, от того, что ей понравился вкус. Она поняла, что там очень чистая экология, и она решила, вот у неё созрел такой бизнес-план, и она решила это сделать. Не имея большие финансовые возможности и поддержки, она вот создала вот то, что мы сейчас видим и можем купить. Да, история действительно такая. Вот её можно, мне кажется, наобороте бутылки писать, что я там, не знаю, какую-то фотку прикольную, где, может быть, у неё остались, выкладывать, что вот такая история, 10 лет назад съездила в путешествие. Да, видите, она вообще человек, но я с ней общаюсь не так уж давно, так как, опять же, я в этот проект появилась в 2019 году всего. А, так недавно, получается. Да, это недавно было, потому что они искали инвесторов, и, в принципе, мой муж и моя семья, можно так сказать, стали инвестором этого проекта, так как мы всегда ищем какие-то интересные проекты, в которые можно там инвестировать, смотреть развитие, как это происходит, как развивается, и для нас вот эта вода стала интересной. А кто первый заметил? Вы, муж, как вот, вот ваша история, как это произошло? Вы где-то её попробовали или как это? Наша история достаточно снежная, потому что я честно скажу, что я раньше не обращала внимания вообще на воду, которую я пью. Для меня вот что стеклянная бутылка, что пластмассовая бутылка, что просто дома под кранами с фильтра попить воды, это всё была норма жизни. И тут просто мы всё время жили в центре, у нас вроде очень хорошая вода через фильтр шла, или я ходила в магазин, покупала, тащила вот пластиковые, как сказать, вот эти коробки воды, да, бутылки, меня всё это устраивало. Но потом я переехала жить в Юрмалу, и у нас очень испортилось качество воды. Даже несмотря на то, что у нас там разные суперсовременные фильтры стоят, и вода фильтрируется, но всё равно, она очень сильный вкус железа даёт. Ну, видимо, источник, который у нас под домом, откуда наша вода идёт, даже фильтр не спасает вот это количество железа, которое в воде, мы её чувствуем. И я начинала интересоваться альтернативой. Одно, ну, там, конечно, первое время мы просто покупали в магазине, там, не буду называть бренд, но стеклянные бутылки воды, и всё время эти бутылки тащила либо я, либо муж, либо, если повезло, водитель их привёз и приносил, потому что тогда ещё не было всё-таки пандемии, домашний сервис был не настолько актуальный, ну, как сходил в магазин, что сам купил, то сам принёс. Ну вот, и потом мне показали, посоветовали, что вот есть такие стеклянные бутылки, 11,3 литра, в которых есть вода, которые привозят тебе на дом, и ты можешь эту воду пить. И я бы так посмотрела, что очень привлекательный дизайн, посмотрела на эту стеклянную большую бутылку, которая стоит в таком приличном красивом, как сказать, деревянном ящике. Посмотрела, что у них очень красивые всякие кулеры или помпы, но мне этот продукт понравился внешне. Чувствую так вот, как женщина эстетически красиво хочу. Да, конечно, эстетически красивый продукт, хочу его купить. Взяла, заказала, купила. Чуть-чуть долго заняло то, пока мне его привезли, потому что в Латвии не было ещё такой цепи дистрибуции. То есть ты заходишь в сайт, заказываешь, ждёшь, пока тебе что-то привезут. И когда тебе вода заканчивалась, тоже надо было подождать какое-то время, пока тебе её... Ну вот весь этот процесс мне не нравился, потому что это было достаточно долго, но вода мне понравилась чисто эстетически. И потом, естественно, я начала этой водой пользоваться, и написала в Чехию по поводу сервисов, по поводу всего. И вот они предложили нам через знакомого, который в тот момент занимался Латвией водой, тоже туда инвестировать деньги. Естественно, нам это стало интересно, потому что продукт уникальный, интересный, и мы, как говорится, занялись этим проектом. И вот я решила, что я буду этим проектом заниматься в Латвии. Ну, это было невозможно только в Латвии, и, соответственно, надо было брать всю Прибалтику. И вот так взяли всю Прибалтику и начали потихонечку заниматься. Конечно, прогресс уже есть какой-то, потому что, когда мы начали заниматься этим проектом, люди вообще не знали, что это такое Акуэнджелс. Ну, то есть, может, они знали, но просто сейчас уже, по-моему, он более популярный стал, если даже Валерия о нём знает, и видела эту упаковку. Валерия пила ещё её сначала, в первых числах мая я её попробовала, в одном из магазинов, где представлена ваша вода, и мне она очень понравилась, это правда. Ну вот, если вам понравилась, и вы всё-таки у нас гуру не только воды, не только по еде, но вообще по сфере ресторанов, так что вы понимаете, почему. Нет, правда, действительно интересно, и когда мне там ваш коллега, ну, не коллега, партнёр, я бы сказала, Павел мне дал попробовать её у себя в магазине, и я, ну, удивилась, потому что я не видела до этого в масс-маркете, ну, там, условно, в Риме, или там где-то у нас тату, или он такое, что везде. Да. Вот, знаю, что он себе в магазин ставит только действительно качественную продукцию, будь то еда, продукты, да, какие-то соусы или напитки, потому что я там для дочки тоже в том числе беру у него всякие эти сиропы натуральные, и тут попробовала эту воду, вода действительно интересная, качественная, но я хотела бы с вами поговорить ещё про конкурентов, да, насколько, вот, вообще, какой у нас рынок. Вот, но я быстренько проанонсирую, у нас небольшие технические неполадки с WhatsApp, да, поэтому я попрошу тех, кто участвует в конкурсе, а конкурс у нас такой, что нужно посмотреть существующий брендинг Aqua Angels воды, Aqua Angels, да, повторяю, и придумать свою идею, как оформить эту бутылку алюминиевую к Рождеству. Пришлите, пожалуйста, свои ответы на номер 2563-0103, 2563-0103, да, если кто-то уже прислал на предыдущий телефон, продублируйте, 2563-0103, спасибо большое. Итак, значит, вода в странах Балтии, вода в Скандинавии, в Чехии, в России, насколько я понимаю, в Москве, и в Германии. Что мы можем сказать про рынок Латвии? Делали ли вы какое-то исследование рынка, прежде чем вы начали этим заниматься? Потому что одно дело вода нравится красиво, эстетически, да, вызвало там вурию эмоций, и вкус понравился, а другое дело бизнес и конкуренты, и те предложения, которые уже есть. Вот ваше мнение, насколько у нас рынок воды многогранен, кто ваши конкуренты, вот какое видение вообще? Ну, на данный момент у нас пока нету конкурентов. Ну, говоря вот это, что у нас нету конкурентов, это, конечно, у нас есть конкуренты, которые там делают доставку воды на дом, у которых есть большая упаковка, которая ставится на кулер, есть баррели, которые меняются, их там чистят, привозят и прочее. Но у нас все-таки вода в стекле, а вода в стекле, это уже как будто другой вкус воды, потому что все-таки мы же знаем, что мы можем покупать одну и ту же воду и в стекле, и в пластмассе, и все равно вкус будет отличаться, потому что если, например, вода попала на солнечные лучи в стекле, вкус не поменяется, а от пластмассы все-таки вкус периодически может поменяться. То есть у пластмассы есть свои нюансы, плюс еще пластика, это все-таки мусор, а стекло у нас полностью перерабатывается. Это эко-френдли. Эко-френдли. Соответственно, эко-френдли воды в большой упаковках в Латвии пока на данном моменте нету, и в Балтике тоже ее нету. А в целом вот тало-исландская вода, какие бренды в Латвии? Ну, конечно, есть. Есть Glass Cipher Fire, я думаю, ну, она в пластмассе, и они все-таки работают на маленькие упаковки. Наш, можно сказать народным языком, конек, это стеклянная тара, большая упаковка, что в основном Aquangels, вода, и Aquangels клиенты это door-to-door сервис. То, что вы заказали воду, вам привозят 2, или 3, или 4, или, как некоторые, заказывают 15, больших, 11,3 литра бундулев воды в тару, и вы потом звоните, говорите, у нас вода закончилась, и к вам приезжает водитель, забирает пустую тару и привозит такое же количество полной воды опять вам. То есть, нету мусора, нету магазинов, нету ничего, это просто тебе привозят и увозят. Также. Забываешь, да, про все эти, таскать воду, там еще что-то. Забываешь про то, как таскать воду, забываешь про то, что у тебя просто мусорное ведро постоянно полное либо пластиков, либо стеклянных бутылок. Ну, в Эстонии это чуть-чуть по-другому, потому что в Эстонии, например, если у тебя стеклянная бутылка, ты ее можешь сдать за деньги. А у нас разве нет? У нас нет, у нас есть просто контейнеры. У меня кажется, есть, потому что я видела даже очередь где-то в районе Чака, по-моему, есть вот это окошко, стеклотара, вот прям как в советские времена стоит очередь из, ну, скажем, не очень благополучных, да, людей, которые сдают вот эти бутылки. А в Эстонии прямо есть вот на каждом углу такие места, где любой человек может посмотреть район, где он живет, и вывезти воду и там получить все каждую бутылку. А то есть это уже прям такие локации, да, по всему прикольному. Да, локации, вот как у нас есть, я, например, очень сильно, почему я Аквенжелс выбрала, потому что я также заботилась о природе, как бы это ни было странно, но, например, меня очень смущает то, что есть пластиковые бутылки, которые в море плавают, когда ты хочешь где-то за границей поплавать, а у тебя там пластиковое плавает. Но мне это неприятно, я считаю, что надо все-таки беречь природу и окружающие, где ты живешь. И, соответственно, я всегда бережно относилась, там есть и пластик, и я всегда вот эту пластику старалась сделать маленькую. Потом я вот раньше не было настолько вот этих контейнеров, как сейчас, где ты можешь выкинуть пластику, стекло и бумагу. Да, отдельно. Я раньше в Гогле искала, где это находится, дома собирала большие пакеты, потом все это вывозила. Ну и, соответственно, люди, которые думают о природе, тоже наши клиенты. Опять же, это стекло, это не пластмасса. Скажите, такой вот у нас пару минут до рекламной паузы вопрос. Если мы вспомним период пандемии, насколько люди вот, потому что мы знаем, что все онлайн-услуги тогда прям скокнули, что все начали деливери весь заказывать, и шоппинг онлайн, и еда онлайн, все онлайн. Насколько у вас возросли продажи вот именно в этот период? Почувствовали ли вы разницу? На 40-50% стало больше заказов. Ого, хорошие показатели. Да, очень хороший показатель, стало также больше клиентов, и вот к счастью нам эти клиенты, как и в пандемии, так и сейчас, конечно, тоже не самое такое благополучное время, но все равно клиенты, которые появились во времени пандемии, остались нашими клиентами. Круто. Потому что мы достаточно лояльно относимся к своими клиентами, так как продукт не дешевый, у него достаточно высокая цена, если нас клиент попросит в субботу вечером привезти воду, согласовывая это с нами, например, день до, мы, естественно, это сделаем. И люди, которые уже готовы заплатить за качественную воду, еще и готовы заплатить за качественный сервис. Соответственно, вот наши клиенты в пандемии остались и клиентами после пандемии. То есть такие уже долгоиграющие отношения, не только? Да, ну, конечно, были клиенты, которые вот сейчас переехали жить во Франции или где они там, в Россию уехали жить, но все равно они вернутся и будут опять нашими клиентами. Пока будут сидеть две недели на карантине, будут заказать воду. Да, ну, они нам тару не сдали, кулер не хотели продать обратно, и вот все, что они у нас купили, они вот на этом всем остались. Но во время пандемии мы достаточно активно тоже с ними коммуницировали в социальных сетях, и я думаю, что очень много людей сидело именно в социальных сетях и могли ознакомиться, что есть такой бренд с домашней доставкой. Круто. Я сейчас еще раз проанонсирую наш конкурс, мы уйдем на небольшую рекламную паузу, а дальше поговорим про то, почему вода невкусная, как это все вообще привозится сюда, все тонкости, конечно, что там не все секреты, но тонкости раскроем. Еще раз повторяю для наших радиослушателей, что у нас сегодня очень крутой конкурс. Надеюсь, что, конечно, на карантине никому не придется сидеть, скоро все это закончится, просто будете пить воду и наслаждаться. Значит, зайдите, пожалуйста, в интернет, посмотрите, как действующая бутылка Aqua Angels, Aqua Angels, повторяю, выглядит сейчас, да, это алюминиевая упаковка, и ваша задача придумать прикольный какой-то брендинг запоминающийся, яркий, который захочется подарить другу подруге и семье к Рождеству, да, то есть это может быть какие-то там игра цветов, я не знаю, каких-то аппликаций, да, рисунков. Присылайте, пожалуйста, свои варианты на номер 2563-0103, 2563-0103, или звоните нам после рекламной паузы 6721-2939, 6721-3939, открытая кухня, рекламная пауза. И еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», сегодня мы обсуждаем воду, вода всему голова, почему нужно пить качественную, вкусную, да, и чем, собственно, она отличается, и как быть с тем, что рестораны теперь предлагают воду из фильтров. Обсуждаем, делимся секретами исландской талой воды, сегодня у меня в студии Анна Алзена, представитель воды «Акваэнджелс» в странах Балтии и Скандинавии. Еще раз продублирую то, что у нас проходит конкурс, мы дарим щедро целый ящик воды «Акваэнджелс». Ваша задача придумать брендинг рождественский для бутылки, как можно прикольно разрисовать, расписать бутылку и подарить своему другу в рамках рождественских праздников. Итак, Анна, давайте мы закончили на том, что конкуренты есть или нету. Как вы считаете, лакуна «Аква», которая как раз в пандемию, они очень так о себе ярко начали говорить, все соцсети, все блогеры были с этой водой, мои коллеги из барной индустрии оперолькомплекты с ними поставляли. Вот знакомы ли вы с ними, как вы, сами ли пробовали эту воду, считаете ли вы их своими конкурентами или нет? Опять же, у нас стеклянная тара, конек нашего бренда и вон эта алюминиевая бутылка. У них таких нету, у нас все-таки исландская вода, лакунахва, по-моему, местная вода, если я не ошибаюсь. Да, но с водой я, честно говоря, была незнакома до момента, как мы с вами как-то встретились и начали обсуждать один вопрос по поводу апироля и прочим. Но скажу честно, что симпатичный дизайн для местного производителя, очень классные вот эти пятилитровые упаковки, но один раз я видела в Sky, что продаются большие вот эти упаковки и все, больше как-то в Sky я их не видела. Пластиковая бутылка, как пластиковая бутылка, они не в стекле, в стекле они. Не, они и в пластике и в стекле. Я как раз посмотрела, мне было очень интересно, потому что, да, вот эти контейнеры большие пятилитровые, достаточно интересное решение. Я просто думала, какая у них маленькая тара, есть ли у них маленькая. И как местный производитель для меня они показались очень симпатичными и креативными. То есть желаем успехов, дружим. Мы из Исландии, мы талая вода, у нас совершенно другой состав воды, у нас вода более мягкая, сладкая. У них местный производитель, местный источник, то есть у них есть конкуренты на местном рынке, которые берут воду, например, из Латвии. Ну, для воды из Латвии они просто очень-очень красивый дизайн сделали. Супер, супер приятно, когда про своих коллег отзываются хорошо. Нет, ну просто если есть красивый дизайн, воду я, к сожалению, не пробовала, но по дизайну, если я бы ее видела где-то еще вот эту большую пятилитровую тару, я бы, наверное, ее купила. Чисто так, попробовать. Попробовать, да. Ну, может быть, как говорится, еще не вечер, попробуйте, потом поделитесь впечатлениями. Хорошо, вы вот сейчас сказали, что наша вода более сладкая, более мягкая. От чего это зависит? Потому что, действительно, вот я очень часто, даже когда прихожу в ресторан, и там новый какой-то бренд, например, появился, я смотрю, и думаю, блин, что не так? Вот вода невкусная. Казалось бы, вот вода, она прозрачная, даже что-то может быть так сильно отличаться, но невозможно пить. От чего это зависит? Какая у вас технология приготовления? Вот расскажите эти секреты. Во-первых, вкусная вода или невкусная вода, на мое мнение, это достаточно спорный вопрос, потому что то, что, например, мне вкусно, Валерий невкусно, или Яныс вообще считает, что, например, сладкая талая вода для него невкусна, а вот вода из-под фильтра, которая более жёсткая, может, с каким-то привкусом специфической, для него вкусная. То есть, вкусная вода или невкусная, мы не можем так определить, потому что есть вкусная еда и невкусная еда. Это уже от человека зависит. Ну, конечно, если в воде очень много железа или каких-то дополнительных микроэлементов, тогда вода действительно невкусная. Но, опять же, это уже зависит от места, где производитель берёт воду, какой у него источник, может, там много в земле песка, может, много травы, может, просто очень много железа рядом где-то находится. И всё это, конечно, идёт на вкус воды. То же самое вот про фильтры. Нам же тоже надо понимать, откуда фильтрованная вода, один день, она может быть прекрасная, другой день что-то там внизу поменялось, течения поменялись, грунтовые воды поднялись, что-то там поменялось в составе воды, через фильтр она прошла, и она может другая, чем она была вот пару дней назад. То есть, это такой, по-моему, достаточно спорный вопрос. То, что мне вкусно, другим невкусно. Скажите, а вы вообще из какой сферы? Ну, вот просто вы уже сейчас обладаете такой терминологией, вы понимаете уже, как там фильтры, как там грунтовые воды, как там всё движется. В это же, ну, девушке, да, нужно в это всё вникнуть, в это производство, как это... Я в это только начала вникать. Насколько сложно, просто как это же объём работы такой большой. Ну, конечно, всё время надо изучать что-то, потому что от клиентов, например, поступают разные вопросы. Вот, например, мне звонил как-то клиент, и он говорит, я не верю, что вы возите прямо воду из Исландии. Он говорит, зачем вы это делаете, почему вы воду разливаете вот в Чехии, почему не в Исландии? Ну, соответственно, мой ответ ему всегда такой, что воду на самом деле, вот честно, я не знаю, ну, 100% честно мы везём из Исландии. Есть этот большой флекситанкер, который объёмом 24 тысячи литров, в него заполняется из источника вода, из местного производства, это всё грузится на корабль и везётся дальше в Европу. Там вот этот флекситанкер попадает на поезд и едет уже в Чехию. Опять же, вода разливается ни в Латвии, ни в Германии, ни в одной другой стране, потому что это проект чехов. И у них есть своё собственное производство, где они разливают большую тару, среднюю и маленькую. Они это фасуют, потом в Латвию вы получаете уже готовую. Да, мы получаем полностью готовый продукт, который уже запечатанный, и вот мы его получаем на свой склад и развозим клиентам. Также пустая тара, которую мы получаем от клиентов, мы сами на месте ничего с ней не делаем, не моем, ничего не делаем, мы просто её отправляем обратно в Чехию, там они её обрабатывают, чистят, стерилизируют, УВ проходит и заливает опять новую воду, запечатывает, наклеивает наклейки и отправляет нам. То есть у вас такое тоже безотходное производство получается? Да, мы всё получаем, уже готовы, отправляем, и соответственно все европейские нормы выполняют в Чехословакии и это всё. Скажите, а вот основательница Акваэнджелс, она вам как-то говорила, ну вот помимо того, что Энджел это такое оно, подходит всем, и детям, и взрослым, и женщинам, и мужчинам, почему именно такая форма бутылки, почему она вся полностью закрытая, ну то есть алюминий, и ты не видишь, что внутри, почему такой цвет, ну вот какие-то такие тонкости вы с ней обсуждали, интересно было вам? Ну алюминий, потому что алюминий цвет, дизайн, да, можете так смело показать, кто смотрит нас. значок, ангелочка, вот цвет, вот, а у нас же ещё есть стеклянные бутылки, которые я, к сожалению, не принесла. Ну это можно посмотреть у вас в инстаграме. стеклянная бутылка, уже просто как обычная стеклянная бутылка с лого, и она полностью прозрачная, как любая там стеклянная бутылка другого бренда. А что там написано? PH 8,8? PH 8,8, да. А что это означает? Уровень PH воды. И она значит мягкая очень, да? ну мягкая она, потому что у неё достаточно низкая минорализация, 59 миллиграммов на литр. есть ещё одна вода, у которой, не буду бренд называть, не буду рекламу давать, опять же, это не местный производитель, это производитель из Скандинавии, у них даже 17 миллиграммов на литр есть минорализация, то есть чем ниже минорализация, тем вода мягче и легче. И в принципе маленьким детям тоже советуется пить достаточно низкой минорализации воды, чтобы не было много минералов, чтобы вода была такая полегче. То же самое, что нам советует, например, диетолог или нутриолог, чтобы мы кушали воду, извините, еду где, меньше соли, меньше жира, то же самое с водой, надо тщательно просматривать уровень минорализации, чтобы её не было слишком, чтобы не было слишком высокое. Да, у нас есть звонок, кто-то, видимо, либо своим мнением хочет поделиться или в конкурсе. Добрый вечер, здравствуйте, мы слушаем вас. Да, добрый вечер. Вчера лабораторию прислала на нашу водичку в Сигулде, просто скважины вода 8,4 пиаш, прикиньте, просто с крана льётся вода. С крана, который на кухне, в ванной комнате. Так что у нас в Латвии довольно хорошая вода. В Сигулде, да, это? Да, в Сигулде. Национальный парк Гауя 8,4 пиаш. И там целая таблица Менделеева, там уж долго вникает, что это, но вода прям шикарная. Не надо увозить с Исландии, если вам нужна вода, да, приезжайте к нам. Звоните, да. Да, будем пробовать и обращаться к вам. Прикольно, спасибо вам огромное, очень интересно было послушать. Вот так вот, представляете, в Сигулде у нас оказывается вода, чуть ли не золотая, течёт из-под крана. Да, есть ещё, по-моему, та же самая Лакуна Аква 7,8 или 8 был пиаш. Да. Я тоже смотрела на упаковку. Конечно, пиаш это как будто, ну, опять же, это талая вода, у неё микроэлементы, там чуть-чуть другой состав, если даже там анализы делать. То есть пиаш в этом случае это не показатель. То есть я знаю, что есть очень многие воды, которые, например, есть пиаш 9,6, но опять же, туда добавляют чуть-чуть соду, потому что сода делает выше PH. Да. То есть это тоже такой момент. Ну вот, а в принципе для здоровья есть какие-то у вас исследования, да, что говорят ваши партнёры, насколько вот, может, там, эта вода меняет какой-то обмен веществ, лучше начинает функционировать, всё, как вы сами считаете? Ну, это, конечно, говорят, но опять же, в эфире это будет уже такая очень сильная уверенная реклама на воду. Естественно, говорят, что талая вода, у неё сразу другие клетки, что это помогает обмену веществ организма, ну, если мы почитаем там в прессе, чего делает талая вода и почему она хорошая для организма, мы находим достаточно много всяких интересных факторов, и которых можно, там, посмотря Aquangel состав или любой другой талой воды и изучить, почему так, что я, например, знаю очень многие люди, мои знакомые, морозят воду, отмораживают, и тогда только её пьют. Да, и пьют, вот реально, чтобы вода растаяла. Что это очень полезно, это там, у меня знакомый веган, он уже лет 7 как покупает воду, ставит в холодильник, размораживает и пьёт. И я вообще не понимала, зачем он это делает. Потом познакомилась с Aquangel, начала читать, что это такое талая вода, и поняла, почему он это делает. Подарили ему бутылку воды. Подарила ему большой вот этот баррель воды, и он стал также моим клиентом, и достаточно много воды пьёт. Круто. И не только воды пьёт, ещё и кофе делает, чай делает, всё на ней делает. Она вот, кстати, говоря про кофе, чай, и в принципе общепит, где мы можем встретить качество воды, и в принципе предложения, какие есть. Я помню, когда мы с вами встречались несколько недель назад, мы с вами пили кофе, и вы сказали, что вот здесь мне кофе не нравится. Мне не нравится не потому, что кофе самое плохое, потому что вода плохая. У вас теперь, наверное, уже есть профдеформация. Вы идёте куда-то в ресторан, пьёте кофе, и всё, и теперь, знаете же, там что вода не совсем... Нет, я просто чувствую, что вот периодически очень-очень горкое кофе кажется. И какой-то привкус. Вот как я сказала, что если где-то железы больше, и вот в этот кафе, где мы с вами сидели, мне кажется, что там достаточно железы много где-то... Плавает. Плавает, да, потому что у них постоянно вот такой привкус. В горке. Я такой же кофе пью у себя дома, у меня такого привкуса нету. А у них он прям вот такой... То есть, а тот же бренд кофе, но вода другая. Тот же бренд кофе, но вода другая. Даже если я из-под крана наливаю воду, у меня вот этот... Это тоже самое кофе, вот как-то по-другому дома, по вкусу. Интересно. А там вот в кафе как-то мне оно не нравится. Не знаю. Не буду говорить, что за кафе, но... Да не, ну зачем? Зачем выбежать, ребята? Кофе я там не пью. У нас еще есть звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, талая вода это практически дистиллированная. Только прежде, чем такую воду пить, всегда проконсультируйтесь с врачом. Потому что дистиллированная вода вымывает из организма микроэлементы, в том числе и соли, которые нужны организму. Понимаете? Вот это не так все просто. Вот такое мнение. Да, сейчас прокомментируем. Спасибо вам большое. Интересно. Так, Анна. У нас, видите, в бой уже пошли научные факты. Что ответите? Ну, я думаю, что это бы, если это было вредный организм, тогда бы не было настолько много исландских брендов воды, которые привозятся в Европу и, в принципе, продаются во всем мире. Я думаю, то, что просто каждый выбирает сам для себя, что ему пить, и если эта вода по его каким-то убеждениям или фактам является не совсем полезной, ну, можно и не пить. Правильно? Да, конечно. Мы же никого не заставляем, не принуждаем, лишь рассказываем и про такую опцию. Потому что я, например, для статьи и лично для себя, поскольку у меня двое детей, интересовалось, какая именно вода самая полезная и самая лучшая для детей. И вот мне советовали именно мягкую воду с низкой минерализацией. Наоборот, детские врачи советовали, что вот талая вода с низкой минерализацией это для детей хорошо. То самое. Ну, я думаю, что я говорю, да, нужно всем почитать. Ну, конечно. Все решат, что будет полезно, что не полезно. У нас не так много времени остается. Давайте мы там пробежимся, да, по оставшимся вопросам, потом будем зачитывать ответы наших участников конкурса. У меня телефон разрывается сегодня. Да, так что сейчас будем выбирать. Значит, первый вопрос еще про ресторанную, на ресторанную тематику. Да. Значит, как вы относитесь, когда в ресторане стоит вода какого-либо бренда сразу на столе? Газированная, негазированная. Вот вам, как посетителю, нравится, когда такой вот продукт-плейсмент, если можно так назвать, в прямом смысле? чисто нейтрально к этому отношусь, потому что иногда вот ты приходишь в ресторан и тебе безумно пить хочется. У тебя там прям стоит вода и ты можешь попить, тебе не надо ждать официанта. Да. Наверное, летом, когда жарко, это прекрасно. А иногда, конечно, когда ты заходишь в ресторан и видишь, что там, например, стоит какая-то очень дорогая вода, которая там стоит за 10 евро, ты уже понимаешь, что это, наверное, реклама или что тебя уже принуждают, чтобы ты взял эту воду, открыл, выпил, а потом увидел, сколько там она стоит. Потому что раньше, в моем детстве, например, только в ресторанах стояла, ну, была по меню одна вода, а на столах стояла действительно очень дорогая вода, и у нее всегда была такая упаковка, что тебе прям хотелось ее взять и попробовать. Нет, в принципе, нейтрально я к этому отношусь, считаю, что это и хорошо, и плохо. Мне не нравится, знаете, мне кажется, сразу дешевит. У меня ассоциация сразу с какими-то поминками, когда сразу вот ставят на стол, там водку, здесь водка, здесь морс, здесь в графине вода стоит. Мне, в принципе, эстетически как раз это не нравится, как это выглядит. Ну, вот, мне кажется, портит всю концепцию интерьера, если красивый какой-то стол. Мне чисто с этой точки зрения как-то не заходит. Про воду из фильтров. Сейчас многие бары, рестораны ушли вообще от поставщиков воды, да, и пользуются исключительно фильтрованной водой, своих костей, тоже и угощают бесплатно. Что скажете на это? Ну, опять же, у нас это, на нас это особо не отражается, потому что если рестораны выбирают нашу воду, они выбирают 0,25 или 0,75 бутылки стеклянной, потому что вот такую, вот, с доставкой на дом нашу 11,3 литра, в основном рестораны не покупают, чтобы это делать как home water. Да. Они просто это покупают, если они хотят уже поставить на стол или какой-то шведский стол опять же сделать. Так что на нас это как-то, у нас door-to-door сервис. То, что в ресторане, это, конечно, ну, чуть-чуть не наш формат. А сами как к этому относитесь? Вот не как, да, представитель воды, а как человек, который тоже ходит в рестораны, в бары? Я достаточно тщательно изучаю меню по воде, потому что у меня есть какие-то бренды, которые я пью, есть, которые не пью. Потому что раньше я, например, вообще не обращала внимания на воду, которую я пью, а сейчас я стала очень изучать и выбирать. Соответственно, если даже будет какой-то машная вода или вода из фильтра, я все равно буду покупать воду, которую бренд я знаю и которой более-менее я лояльно отношусь. Окей, вы сказали, что ресторан, да, немножечко не наша история, не наш там сегмент. Скажите, где вашу воду сейчас можно приобрести? Вот если, например, мы сейчас разыграем ящик, захочется еще, что делать? Нашу воду можно купить у нас в магазине, у нас в Панорама Плаза на Лейлорбасео 17А. Там у нас шоурум, где можно посмотреть и нашу воду, и все кулеры, и помпы, то есть все, что предлагается к воде, все устройства, которые мы продаем. Также можете купить просто устройство, и если не нравится талая вода, пить другую воду с нашего устройства. Но у нас достаточно интересный дизайн у них. И также есть магазин Павела, Your Choice, который находится в Sky & More на улице Дунтес. Дунтес, да. Есть маленький магазинчик, и там также наша продукция продается. То, что можно по дороге с Юрмалой заехать в Панорама Плаза или... И с другого конца Или если едете с другого конца в Sky & More. Окей, окей. Ну, я думаю, что эта информация вполне себе обширная. Давайте посмотрим, что у нас по результатам конкурса. Что я смотрю, у меня прям приходит и приходит смс. Давайте зачитаем. Бутылка вся покрыта морозными узорами, вся шершавенькая, а сверху крышечка с шапочкой Санты. Это подарок другу на утро 26 декабря. То есть сразу. С утра. Да, это значит первый вариант. Дальше. Перевернутая сосулька, талая вода, обсыпанная снегом. Так, потом. В форме алюминиевого ключа ключ-источник-родник и ключ к здоровью. Крыжечка в той стороне ключа, который открывает замок. Можно положить на стол. Так необычно. Перевернутая сосулька, талая вода, обсыпанная снегом. А, это тот же автор. Просто на все ресурсы написал. И дальше. Если использовать уже существующую упаковку, создать принт, имитирующую бутылку, которую достали из холодильника, и она начинает отпотевать. То есть, снизу она шубой морозная, а сверху прозрачная. Ну, то есть, такой градиент получается. я поняла. Крышка окрашена в цвет кусочка льда. Такой вариант. И еще один, значит, этикетка на рождественскую бутылочку волшебной водички Aqua Angels. И фотографию приложил радиослушатель. Вот такие вот колбы с шампанским. как мензурки на уроках химии. Ну, кто у нас будет победителем? Ответ вам больше всего понравился, Анна. Мне понравился первый, и мне понравился тот, где снизу... Градиент, да? Да. Ну, решайте, решайте. А я оба подарю. Да? Да. Какие у нас щедрые гости. В тот раз мы тоже планировали по 5 литров мороженого подарить. В итоге сколько подарили? В итоге подарили 10. Тоже 2 победителя у нас было. Значит, первый победитель у нас, который... Бутылка вся покрыта морозными узорами, да, шершавая. И второй, который написал про... Так, 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 про шубу, да, градиент. Крышка окрашена в стиле с кусочком льда. Поздравляю вас, дорогие радиослушатели. После эфира мы с вами свяжемся, расскажем, да, как можно будет эту воду забрать. Анна, давайте быстро. У нас осталось сколько? Минута две. До, да, три минуты до окончания эфира. Быстренько попытаемся уложиться. Какие планы ваши? Вы вот в 19-м году начали представлять эту воду, горите этой идеей, вживаетесь во всю эту технологию. Что дальше? Какие планы? Дальше, вот сейчас начинаем потихонечку двигаться в Литве. Да. Нашли там партнера и вот Эстония. Тоже нашли партнера, который уже начинает работать, начинаем переводить сайт, чтобы был литовский, эстонский язык. Так что будем заниматься Прибалтикой, тогда, конечно, будем еще что-то новое, интересное придумывать, так что покупателю было интересно покупать наш продукт, и чтобы это было не просто только алюминиевая, стеклянная бутылка или большая тара, но чтобы еще было что-то оригинальное. Например, упаковка, чтобы воду брать с собой, чтобы везде пить о Куэнджелс. Насчет брендов каких-то, возможно, у вас есть желание сделать какую-то коллаборацию с кем-то? Были такие мысли? Куэнджелс в Чехии делают коллаборацию с Шкодой. С Шкодой машины? Да, машина Шкода. Шкода сейчас выдает, у них какая-то выпускается новая модель, и если посмотреть фотографию интерьера машины, тогда там видна бутылочка алюминиевая с эмблемой Шкода, и это все. Так что так, а мы еще подумаем, что мы будем на местном рынке делать, и как мы будем развиваться. Я думаю, что это сегодня такой интересный эфир выдался, и кто-то, правда, захочет, не знаю, в офисе у себя поставить, вводу для каких-то переговоров. Мне кажется, достаточно тоже так эффектно, необычно выглядит. Вот, но со своей стороны скажу, что воду, я только говорю, попробовала в мае, за три месяца до знакомства с Анной. Вода мне очень понравилась, действительно вкусная, мягкая, сладкая, в жаркое время, так вообще спасение, удобно брать с собой, бутылка красивая. Так что попробуйте, дорогие радиослушатели, надеюсь, вам тоже понравится, открывайте, расширяйте свои горизонты. Именно для этого существует программа «Открытая кухня» как с едой, так и с водой, с другими направлениями, которые мы здесь обсуждаем. Потому что мир большой, и нужно идти с ним и со временем в одну ногу. Большое спасибо. Сегодня у меня в эфире была Анна Алзина, представитель воды «Аквейнджелс» в Прибалтике и Скандинавии, Родион Золотарев, звукорежиссер. Я Валерия Иванова. Встретимся в следующий понедельник. «Открытая кухня». «Открытая кухня»